всем привет я тоже решил записать карантинное видео но не сразу а спустя время вот сегодня у нас сегодня 23 апреля и сегодня решил это сделать как только начался карантин сразу стало понятно что все поменялось все стало как-то по-другому все стало иначе и это очень новое для нас всех состояния если бы три месяца назад мне сказали бы о том что будет вот так как сейчас я наверное не поверил бы в этом но все так как есть с этим я хочу поделиться с вами четырьмя тезисами которые на мой взгляд очень важны можно сказать что это даже не совсем тезисы возможно это как даже знаете такие четыре стратегии которые необходимо на мой взгляд держать у себя и следовать им и так тезис 1 безопасность когда отгремела поток вот этих вот сумасшедших разных фейковых новостей предположений и мусора то теперь на мой взгляд совершенно стало ясно что вопрос безопасности есть и к нему нужно подходить серьезно для того чтобы как-то разобраться безопасности я считаю что необходимо выбрать какого-нибудь себе спикера скажем так то есть специалиста который мог бы вами нормально восприниматься и вы могли бы планомерно следовать его рекомендациями я для себя выбрал нашего земляка евгения комаровского он регулярно выпускает на своем канале видео которые на мой взгляд достаточно трезвые структурированные и знаете для меня это ну такой уравновешенный хороший взгляд на происходящее такой взрослый взгляд знаете вот я наверное даже могу сказать что я вам всем его рекомендую если вам подходит его стиль изложения потому что это тоже очень важно то он говорит очень здравый на мой взгляд вещи и о вопросах безопасности он он прекрасно в этом разбирается и я вам всем советую его смотреть периодически и принимать необходимые меры второй тезис для меня он очень важен потому что я в своей всей деятельностью пытаюсь родителей призвать к осознанному родительству но в данной ситуации речь идет не только об осознанном родительстве речь идет об осознанном проживании своей жизни в данный период и поэтому тезис я назвал качественное проживание дело в том что ну в данной сложившейся ситуации которой мы были как-то все не готовы вылазят очень но такие не очень приятные моменты если раньше в детско родительских отношениях и в семейных также многие вещи могли знаете как быть так заглажены так вот скользить не углубляясь то сейчас если у некоторых людей а я так понимаю что у большинства все таки время которое проводит семья вместе она увеличилась если раньше то были выходные то сейчас то еще и в будние дни больше времени то как раз вот в такой ситуации вот эти вот все подводные камни и становятся видны становятся очевидны и очевидным становится то что оказывается ребенка нельзя просто воспитывать как получится потому что мы сразу можем в такой ситуации как сейчас что называется получить да если кто-то думал что личные границы это ну такое такая тема на которую может и не стоит говорить с ребенком или сам поймет то условиях карантина это может быть острым углом если в супружеских отношениях тоже были какие-то моменты которые сглаживались буднями и работой то сейчас как раз они могут обостриться потому что количество времени проводимое вместе она увеличивается и это больше возможности для каких-то столкновений выяснение отношений поэтому я предлагаю перевести эту ситуацию которая сейчас сложилась на качественное проживание то есть наоборот поразгребать и эти завалы завалы отношениях завалы может быть внутри себя и качественно проводить время вместе а для этого можно в сети найти кучу разных настольных игр и каких-то идей как это сделать лучше вместе семьей каких-то интересных я в своей семье сделал так предложил такой вариант что каждый день с часу до 3 у нас будет family time то есть время когда мы проводим все вместе и придумываем какой-то вид деятельности который у нас реализуется тоже всеми вместе вы знаете очень неплохо работает правда иногда получается что ну прям не точно с часу с 12 до 3 иногда получается с часу до 3 иногда с 12 до 2 но в общем это очень помогает это структурирует день и мы знаем что у нас есть это время и мы предлагаем каждое свое что-то как провести лучше ну в общем рекомендую вам тоже попробуйте третий тезис это на мой взгляд сложный тезис я его использую для себя и только лишь поэтому делюсь то есть это для меня не теория потому что но я не очень люблю делиться тем что является такой теорией которую я сам не попробовал я предлагаю нам всем постараться извлечь пользу из этого карантина и немножко вернусь прошлому тезису ну например проводя вместе больше время качественно ведь это тоже польза я даже считаю что это минимальная польза которую можем извлечь потому что не у всех возможно хватит сил энергии и просто мысли да как можно например если с работой что-то пошло не так использовать карантин с пользой ведь некоторые обозлины потому что финансовые потоки приостановились приходится как-то выкручиваться поэтому когда я говорю извлечь пользу я не имею ввиду пользу в работе я имею ввиду подойти к этому явлению философски и подумать а где я могу здесь извлечь пользу я в своей допустим консультативной деятельности ничего особо не делал потому что но вы наверно знаете что консультации онлайн это не новость это давно понятно вот а в педагогической деятельности пришлось перевести все в онлайн и я вам скажу честно что ну для меня это было не очень просто хотя казалось бы да ну ты там можешь консультировать онлайн чего ты не можешь проводить онлайн уроки а вот не так это просто было и пришлось конечно тоже постараться пришлось напрячься и в результате появились идеи онлайн школы которая могла бы существовать и после карантина вот мне очень помогла та информация что когда в китае был большой карантин где-то лет пять шесть назад то там рынок онлайн образования вырос на 50 процентов я эту мысль абсолютно случайно где-то вот узнал проверил и это интересно но также у вас может быть что-то такое не очевидная какая-то польза не очевидная какая-то можно так даже сказать выгода из того что происходит вот и четвертый тезис мне кажется он больше как духовная практика подойдет это очевидно нужно но это для вас еще будет как духовная практика если у вас есть хоть какая-либо возможность хоть кому-либо хоть как-то помочь сделайте это потому что когда мы осуществляем акт помощи мы как будто бы знаете себя облагораживаем в этот момент и помощь может быть абсолютно разная она не обязательно может быть материальная или помощь какими-то это может быть просто внимание это может быть просто какой-то поступок это может быть что угодно вы знаете я в литературе встречаю часто такие вот ситуации когда кто-то кому-то помогает причем спонтанно и я как-то вот перед тем как записывать это видео вспомнил их и я помню что когда я читал у меня даже прямо как-то внутри отзывалась что что происходит что-то важное что-то происходит ценное что-то происходит интересное и поэтому я наверное сейчас вам пытаюсь передать конечно же мое личное отношение помощи мне кажется что это очень здорово и поэтому я предлагаю вам попробовать так сделать итак давайте подведу короткий итог моего вам послания скажем так предлагаю придерживаться таких четырех стратегии безопасность уже это стало по моему очевидно важным второй тезис это качественное проживание побольше осознанности вам в ваших делах и отношениях это попробуйте хоть какую-то извлечь пользу это может быть очень полезно и даже если ваш мозг сопротивляется этому и вам кажется что да черт возьми какая польза просто непонятно что делать и как будет дальше попробуйте все равно поискать и последний тени тезис это попробуйте помочь кому-то и и кто кто внуждается вашей помощи мне кажется это очень важно вот что хотел вам сегодня сообщить хороших вам дней проводите их с пользой и очень мне нравится как вот наш президент всем желает 36 и 6 я хоть не хотел за ним повторять и думаю ну что такое свое скажу вы знаете ну ну что то мне понравилось вот 36 и 6 всем вам как-то зашло знаете всем пока до связи